Привет, дорогие друзья! Сегодня мы находимся на очень необычной фабрике, которая специализируется на производстве фарфора по технологии Гуан Ял. Это установленная древняя технология, которая была еще изобретена в эпохе династии Сун. И сейчас мы наблюдаем, как мастер здесь очень такими долгими-долгие процедурой покрывает глазурью. Причем здесь конкретно идет покрытие не методом окунания, а методом распыления. И причем в опыление идет очень много стадий. То есть вот мне сейчас в руках форма только что готовая. То есть лапей, это собственно зона после того, как произведена форма, слеплена, она высушена, но еще не обожжена. И после этого вот это вот изделие поступает к мастеру и можно увидеть, насколько сильно после покрытия она становится тоньше. Ну вот карета у меня сейчас в руках другая форма, но вот покрытие идет в течение примерно нескольких часов. То есть у него тут небольшое количество пиал, каждый из которых он покрывает около 25 раз. Распыляет и получается очень-очень толстый такой слой глазури, который имеет свойства отчасти похожие на тинцы, отчасти похожие на жуял. На тинцы он похож тем, что он блестящий, а на жуял он похож тем, что он тоже иногда покрывается трещинами, но причем технология интересна тем, что можно делать очень разнообразные способы именно обжига и разные способы лазурования, за счет чего можно как достигать эффекта жуял, вот таких трещинок, которые потом заполняются чаем и получается такая очень живая наработанная пиала. Как и нет, но в основном они делают так, чтобы эти трещинки все-таки появлялись. Получается так, что для того, чтобы сделать вот полностью распылить, вот тут около у него получается где-то 30, там может быть 20 с небольшим пиалок, и мы можем практически полдня работать, то есть это очень так как кропотливый долгий труд, поэтому такие пиалы обычно ценятся гораздо выше, чем обычные пиалы жуял, потому что часто жуял это просто окунул и все. Мы это тоже видели на других производствах, а здесь же вот такая кропотливая работа. С каждой пиалой получается, что она работает несколько часов. А здесь находится печи для обжига, главный атрибут любого фарфорового завода. Здесь конкретно тоже под них выделено целое помещение, причем печи разные по размеру, потому что в зависимости от того, какие изделия, во-первых, используется разный температурный режим, разное время обжига, ну и, собственно, размер тоже изделия имеет значение, конкретно вот тут самая большая печь, средняя и поменьше. Все они работают здесь на газу, вот это здесь газовые печи, здесь дровяных печей нету, но, кстати, интересный момент, то что некоторые из них, а так по не используются для такой полудровяной обжиг, это то, что типа я видел в Исине, когда там через специальные отверстия добавляются туда смолистые такие куски деревяшек, и получается нечто интересное, наподобие джиньяо. Но вот здесь, конкретно, сейчас они просто не производят именно вот эту стадиообработки, поэтому не могу это показать, но сам факт, что здесь это происходит тоже довольно интересен. Печь устроена, как любая печь, здесь тоже рельсы ставятся, сейчас вот здесь несколько сотрудников завода занимаются разгрузкой-загрузкой, вот эти все вот эти разные формочки для того, чтобы расставлять изделия, подставочки. Обычно то, что это раскладывается, прокладывается, такое отдельное, очень тонкое, внимательное гумфу, потому что нужно, чтобы ничего не разбилось, ничего не слиплось, ничего не должно касаться, и при этом нужно максимально заполнить, потому что все-таки газ не такой-то дешевый, поэтому печь должна быть заполненной, то есть вообще идеально. Кстати, при разгрузке мастера еще очень внимательно проверяют все на брак, потому что в процессе обжига, естественно, бывает, что что-то и треснет, бывает, что-то там слипнется, растечется. Я, кстати, очень люблю за этим процессом наблюдать, потому что бывает, можно найти какие-то довольно-таки необычные изделия, которые вроде бы как брак, но в них что-то такое забавное получилось. Как, например, у меня есть одна такая пиала, где я у мастера, сам в Дундине. У него слиплось большой тяван и маленькая пиала Жуяо, вообще было просто потрясающее такое изделие, мне он досталось, и это было очень живописно и с удовольствием пользуюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok А вот, собственно, мне и попались эти самые изделия, как раз пиалы Гуаньяо, да, и здесь видно, что глазурь затекла не очень удачно, так помню, что треснула пиала, она частично вытекла из треснутой пиалы, а частично, я так понимаю, может быть, какой-то температурный режим был нарушен, глазурь натекла вниз, слиплась, получились такие вот пиалочки. Вот, я говорю, это мне только что подарили, чему я безумно рад, я немножко потом обточу вот эти вот нижние ножки и получилось такое, не знаю, как, ну, крайне необычное изделие, хоть она тут и треснула немножко, но и вполне можно пользоваться. Здесь видно, что глазурь тоже таких вот трещинах наподобие как у Жуяо, но при этом она вот имеет реально такой нефритовый оттенок. Именно вот этого и добивались первые технологи, кто начал работать именно с такой техникой и кто изобрел вообще эту технологию. То есть получается реально такой очень толстый слой глазури, который в процессе наработки приобретает реально такое свойство Жуяо, но при этом по текстуре, по ощущениям он как нефрит. Это реально замечательная, абсолютная вещь, и я очень рад, что мы здесь тоже начнем заниматься подобной керамикой. А сейчас мы на другом этаже производства, здесь как раз делают тинцы, то есть такая более простая технология, это как раз то, о чем я говорил, когда газирование производится методом просто окунания в глазурь, мастер берет специальные такие щипцы очень удобные, окунает глазурь и все, и после этого она просыхает, и после этого уже идет на обжиг. Бывает, что покрывается там один-два-три раза, то есть в зависимости от того, какой именно хочется эффект достичь, здесь он покрывает два раза конкретно две концентрации раствора, я не знаю, почему именно, может быть, по сути, лазерная глазурь, может быть, просто для того, чтобы была толще глазурь, иначе он сначала окунает в один тазик, а потом во второй. На самом деле, сколько раз я видел эту технологию, каждый раз я всегда наблюдал очень разный конкретный способ и метод, потому что в глазуре существует огромное количество разновидностей, то же самое и всякие разные рецепты, микс этих глазурей, разные способы покрытия и так далее, это часто бывает неким таким технологическим даже секретом, который не всегда и расскажут, даже если ты спросишь, но и не всегда, и ты сам, очевидно, увидишь, если просто не узнавая, не расспрашивая конкретно, как и конкретно какая глазурь используется. Вот здесь стенд с уже обожженными около 800 градусов изделиями, как раз те, которые сейчас глазуруются мастером напротив, то есть сначала идет первичный обжиг, после того, как форма сделана, после того, как доведены убраны все дефекты, идет первичный обжиг около 800 градусов, потом идет глазурование, а потом идет вторичный обжиг. Вот здесь видно, можно посмотреть, насколько качественные, на самом деле, здесь изделия на этом производстве, то есть это вроде рядовые такие пиалочки, рядовые абсолютно какие-то гайвани разных форм, вот здесь какие-то подставки под гайвани. Качество изделия очень высокое здесь, немножко они, конечно, тоже подороже, если сравнивать с более массовым фарфором, мы были на другом производстве, где вот массовый фарфор, но, собственно, тут, как говорится, каждому свое, то есть есть такое, есть такое, мы тоже стремимся разнообразить наш ассортимент, исследовать те и другие производства, смотреть, где есть какие плюсы и минусы, вот, но, верно, здесь вот именно они собирают мастеров, очень часто из Диндерджени, что интересно, то есть ДФА приглашают тех, кто обучался в Диндерджени для того, чтобы достигать более точной формы, при этом все-таки делать продукцию тоже массовую. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А здесь мастер занимается лапейтой, первичной формовкой, вот той же из сырья, это уже многократно эту стадию мы видели, здесь конкретно сейчас он на этом станке принимает лишний слой, видно, что после первичной формовки получается вот такая вот толстая пиала, после того, как он дорабатывает ее, то есть убирает лишний слой, лишнюю толщину, получается пиала гораздо более изящная, то есть получается, что практически все изделия, несмотря на то, что они массовые, они, можно сказать, полуручные, очень много ручной доработки, потому что вот настолько тонкую пиалу сделать на станке именно форму, самая невозможная, она будет просто трескаться, поэтому вот это максимально тонкое пиало, какое возможность сделать именно первичной формы, и вот до такого состояния ее нужно довести уже вручную. Вот эта девушка занимается тем, что просто смывает остатки пыли, которые остаются после того, как мастер сточил изделие, сделал пиалу болой и тонкой, она просто ее по сути моет, то есть это водой аккуратненько смывает, причем самое главное, что нужно это сделать очень аккуратно, очень нежными движениями, потому что изделие еще не обожжено, и только после того, как это сделано, уже можно изделие обжигать, и потом первичный обжиг происходит, и после этого уже на этот черепок идет грузирование. А здесь производится первичная формовка как раз изделий, да, вот только что мастер как раз завершил крышечкой, я так понимаю, для гайвани, несколько штук, видно то, что действительно каждая часть изделия делается отдельно, поэтому здесь вот он как раз делал отдельно крышечки, только что вот она завершилась, сейчас он будет снова обновлять форму и продолжать эту работу. Делаются всегда на таких механических станках, в принципе они одинаковые для всех фарфоровых производств, мы это тоже многократно видели, вот, поэтому эта стадия, она абсолютно не уникальная, она есть везде. А это финальная стадия обработки, можно сказать, это уже не обработка, это по сути уже такая финальная выбраковка, хотя на каждой стадии производства мастер смотрит за всем изделиями, но финально вот девушка занимается тем, что перебирает каждый абсолютный сосуд, в зависимости от того, там, бюджетный он или нет, и сдувает с него всю пыль, там, которая на фарфоровом производстве, естественно, появляет, так или иначе, проверяет, смотрит форму изъяны, там, легла ли где-то глазурь неровно, или еще, то есть минимальный какой-то там скольчик или что-то еще, это уже все сразу же выбраковывается, уже не поступает в продажу, вот, либо там продается с большой скидкой где-нибудь там отдельно. Часто бывают такие, знаете, развалы перед шоурумом или перед магазином, где там можно покопаться, найти что-то задешево, а там какой-нибудь скольчик небольшой, то есть, в принципе, тоже такой фан тоже имеет место быть. Вот здесь она сейчас все это перебирает, уже складывает в коробочки, и после этого уже изделия идут на упаковку, на склад и поступают в продажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова